Одна лошадь может заразить целый табун. В Барнауле обнаружили серьезную инфекцию среди лошадей. Грозит ли болезнь людям? Новая транспортная схема в Барнауле. Что предложили московские специалисты для улучшения дорожного движения в городе? Его называли «золотым голосом региона». В Барнауле простились с радиоведущим Сергеем Зубчиком. Четверо жителей края, у которых подтвердили, корь переносит болезнь в легкой форме. Одного из них уже выписали из больницы, сообщила главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Уточняется, что возраст заболевших не превышает 30 лет. И все они вернулись из Новосибирской области, где зафиксировали повышенный уровень заболеваемости корью. Так, в соседнем регионе выявили уже 45 заразившихся, среди них 17 детей. Для сравнения, в течение нескольких предыдущих лет случаи заболевания корью были единичными, либо их не было вовсе. Медики уверены, причиной распространения болезни стало предвзятое отношение граждан к вакцинации. Причем основная масса заболевших, по словам самой Переладовой, приходится на представителей цыганской национальности, которые, цитата, «отказываются ставить прививки в силу религиозных убеждений». Напомним, в крае сейчас больше 400 контактных по коре. В Барнаульском поселке Центральный объявлен карантин из-за опасной болезни. В одном из подсобных хозяйств выявлен очаг инфекционной анемии лошадей. Болезнь опасная. К примеру, одна лошадь может заразить целый табун. На данный момент животные изолированы и в скором времени их отправят на убой, так как заболевание неизлечимое. Может передаваться как через корма, так и через укусы насекомых. Как нам сообщили в Управлении ветеринарии по Барнаулу, во время карантина ввозить на территорию поселка других лошадей или восприимчивых к болезни животных, ослов, мулов, по сути экзотических для нашей местности, запрещено. Для людей, даже употребляющих в пищу конину, заболевание опасности не представляет. У лошадей есть другие заболевания, общие для человека и животных. То заболевание, о котором мы с вами сейчас разговариваем, оно в этот список не входит. Поэтому можно людям, которые едят этих коней, не расстраиваться. В любом случае, эти животные, они еще раз говорю, изолированы. То есть они будут подвергнуты убою и переработке согласно правилам. Чтобы не допустить распространения болезни, был введен карантин. Он продлится до момента убоя последнего больного животного и после двукратных отрицательных результатов в течение 30 дней у других лошадей. К другой теме. В Барнауле продолжается большая проверка школьного питания. Состав меню, оформление стола, а также качество продуктов отслеживают родители, представители комитета по образованию, депутаты и общественники. Так, за последнее учебное полугодие контроль качества прошел уже в 17 школах города. Еще 12 предстоит проверить в ближайшие месяцы. Что едят дети и довольны ли родители, узнавала Анара Шагирова. То, что раньше называлось оладьями, в школьном меню теперь именуется новомодно – панкейками. Сегодня они подаются здесь впервые, вдобавок к привычной каше. В столовой 130-й школы Барнаула говорят, рацион формировали, исходя из мнений самих детей и, конечно, родителей. Мы делаем гренки с супом. Просто вроде бы все, ничего сложного, правда? Дети называют их киреешками. Для них это более приемлемо, и они уже в школу бегут, сегодня киреешки давали. Точно так же, как сегодня мы даем оладушки, для ребятишек это панкейки. Поели с удовольствием. Общественный контроль, в составе которого родители, представители городского комитета по образованию, депутаты и общественники, может не только оценить визуально, что в тарелке у детей, но и продегустировать. Общественники могут разговаривать и с представителями КШП «Глобус», с представителями столовой непосредственно, с поварами. То есть, у них есть доступ поговорить, из чего готовится эта пища, когда поступают продукты и так далее. То есть, в принципе, в ходе общественного контроля задаются всевозможные вопросы, на которые, естественно, получают ответы. В сентябре прошлого года общественный контроль в еженедельном режиме посетил уже 17 школьных столовых. Как сообщают в городском комитете по образованию, это позволило снизить количество жалоб. Ведь в случае необходимости родители могут оставлять замечания и предложения по поводу организации и качества питания своих детей. Понятно, что это не кафе, не ресторан, это столовая, школьная, и там соблюдены все нормы, по которым делается еда. Поэтому, ну, все свежее, все как положено, по нормативам, все съедобно и вкусно. Сегодня общественный контроль проходит не только в школах, но и в дошкольных учреждениях. Еженедельно проверяет по одному детскому саду в каждом районе города. Анна Рашагирова, День с толком. Жительница Алтайского края может грозить пожизненное заключение за незаконный оборот наркотических средств. По данным Пресс-службы Главного управления внутренних дел по Краснодарскому краю, на одном из постов автоинспекции города Сочи был остановлен автомобиль Hyundai. Управляла им жительница Ростовской области. В качестве пассажира в машине находилась девушка из нашего региона. При проверке документов и осмотре авто полицейские обнаружили 8 свертков с синтетическими наркотиками. Общий их вес составил 5,5 килограммов. На дам в Краснодарском крае уже завели уголовное дело. Сейчас они находятся под стражей. За незаконный оборот наркотиков барышня может грозить пожизненное заключение. Добавим, приговор уроженки Алтайского края будет вынесен там же, в Краснодарском крае. Новую транспортную схему для Барнаула разработал Московский центр экономики и инфраструктуры. Проект столичных специалистов включает в себя несколько вариантов по улучшению ситуации на дорогах города. О них подробнее расскажет моя коллега Юлия Щепина. Пробки 9 баллов для краевой столицы – привычное дело. Добраться до нужной точки, особенно в утреннее и вечернее время, занятие долгое и утомительное. Наиболее загружены основные дорожные артерии. Центр города – Павловский из Миногорской тракты Кутузова. Барнаул остро нуждается в новой транспортной схеме. Давно признают и ответственные лица, и эксперты. И такую сегодня разработал Московский центр экономики и инфраструктуры. На презентации проекта присутствовал и ученый, известный в городе эксперт по организации дорожного движения Сергей Павлов. У нас все говорят, что необходимо бороться с заторами, с пробками и так далее. Но это не та задача, которую необходимо решать. Потому что мы заторы никогда не победим с помощью увеличения уличной дорожной сети, либо необходимо какие-то очень гигантские суммы на это выделять. Основная задача – уменьшение времени на передвижение. Удивительно, но особых планов по увеличению пропускной способности в центре города нет. Эксперт говорит, расширять количество полос и строить сложные транспортные развязки со сложившейся застройкой слишком затратно и пока финансово неподъемно. Поэтому эффективнее заняться улучшением работы общественного транспорта. Если мы сделаем так, что на общественном транспорте будет ездить быстрее и дешевле, причем сочетание этих двух факторов, то часть людей будет пересаживаться на общественный транспорт. Ну, все равно маловероятно. Очень маленькая часть людей пересядет. И как бы, а что людям делать на личном авто? Терпеть. То есть ничего не изменится? Ничего не изменится. Разработчики проекта предложили городу несколько вариантов развития организации транспортного движения. Но в основе каждого – общественный транспорт. Но чем затратнее предложения, тем кардинальнее будут изменения. С общественным транспортом в городе пока не все так гладко. Тариф повышается, а вот качество перевозки упорно остается прежним. Справедливости ради заметим, что определенные сподвижки есть. Так мэрия обещала закупить 18 новых больших автобусов. Такого не было несколько десятилетий. На некоторых дорожных участках уже существуют выделенные полосы. И по словам специалистов, они тоже доказали свою необходимость. Одна из самых ожидаемых пассажирами и перевозчиками мер – переход на брутоконтракты. То есть создание системы муниципальных перевозок. Правда, специалисты пока скептически оценивают вероятность их введения. В любом случае, решить давно назревшие проблемы можно только при внедрении целого комплекса разных сложных мероприятий. Первые конкретные шаги по модернизации транспортного сообщения планируют сразу после завершения ремонта моста на новом рынке. Правда, для реализации проекта городу еще нужно найти около 5 миллиардов рублей. Как оценивают предложения столичных специалистов в администрации города? На каком из них остановятся и будет ли он дорабатываться? Пока не ясно. Мы направили в мэрию официальный запрос с просьбой дать разъяснение по этим вопросам. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле сегодня простились с известным алтайским радиоведущим Сергеем Зубчаком. Его называли «золотым голосом нашего региона», но за свою жизнь он преуспел во множестве профессиональных сфер. Проводить в последний путь Сергея Зубчака пришли родные, друзья и целая плеяда коллег. Продолжит тему Мария Мацаева. Мы начинаем нашу работу в дневном эфире. У микрофона Сергей Зубчук. Бархатный тембр, который не забыть. Впервые голос Сергея Зубчука зазвучал на волнах радиоканала «Три». В СМИ региона Сергей пришел в 91-м. Затем много лет сотрудничал с медиагруппой «ФМ Продакшн». В том числе работал главным редактором радио «Эхо Москвы» в Барнауле. Коллеги называли его «золотым голосом алтайского радио». Он звучал во множестве творческих проектов. «Везет на фронт мальчика товарищ военный врач. Мама моя, мамочка, не гладь меня, не плачь. Мне уже 12, я взрослый почти. Двоятся, двоятся, двоятся рельсовые пути». За время своей работы на радио Зубчук взрастил много молодых и талантливых радиоведущих. Журналист Евгения Даровская рассказывает. Еще в юности услышала Зубчука в эфире и стала мечтать работать на радио. Вел красивый голос, удивительный красивый голос. Я совершенно училась на другом факультете. Не думала даже связать свою жизнь со СМИ. И вдруг я подумала, какая, наверное, это магия, вот так, сидеть перед микрофоном. Вот так красиво говорить, как бы я хотела. Через год я попала на то самое радио. Мы познакомились с Сергеем. И сразу я поняла, что это был именно он. Мы подружились с Сережей много лет, мой друг. Звучит его голос и в работах барнаульского режиссера Андрея Ясаулова. В частности, в фильме «Выбираю деревню на жительство» по мотивам рассказа Шукшина. «Если ты деревенский, то рано или поздно в деревню снова потянет». Ушел настоящий профессионал, будем так говорить, старой школы. Очень ответственный человек. Вспоминаю нашу последнюю с ним работу над нашим фильмом «Берега», когда у него какое-то физическое недомогание было. Но при этом он очень героически говорил текст до конца, вложив в него все то, что нужно было вложить. Журналист, радиоведущий, а еще артист. В юности, после окончания театрального училища, Зубчук некоторое время работал в драмтеатре. Редкий архивный кадр одной из постановок 80-х годов. Зубчук сидит перед всеми в самом центре. Я прекрасно помню, когда Сергей пришел в театр драмы, его запоминающиеся роли, его талант, его потрясающую харизму, когда он работал актером. Через некоторое время он ушел в журналистику и все равно оставался членом Союза театральных деятелей России. В последние годы жизни Зубчук писал книгу о народном артисте России Дементий Поротикове. Хотел рассказать в ней о жизни своего талантливого друга и учителя, но не успел. По мнению коллег, эти рукописи достойны храниться в музее. А неповторимый голос Сергея Зубчука навсегда останется в золотом фонде края – аудиороликах, эфирных записях и документальных фильмах. Есть у жизни людской потаенный исток, и цветенье пора, и пора листопада, и кружится земля, и олеет восток. Нелегко отвечать на вопросы, а надо. В честь разведчика с позывным «Алтай» назовут улицу в Севастополе военнослужащий Александр Мошкин, уроженец Каменского района, окончил Новосибирское высшее военное училище. После по распределению отправился в Севастополь на Черноморский флот. Как отмечаются служивцы, будучи командиром, он всегда был впереди, грамотно руководил группой и сохранил всех своих ребят живыми. Но, к сожалению, сам в ходе специальной военной операции на Херсонском направлении погиб. За воинский подвиг указом президента России Алтайский разведчик представлен посмертно к Ордену Мужества. На момент гибели лейтенанту было 25 лет. Сегодня ночью в Барнауле вырубят купель для омовения. В этом году в городе обустроили две точки для очищения. Это Крещенский городок на речном вокзале, а также озеро Пионерское. Сейчас на Оби в районе речного вокзала толщина льда составляет 55-60 сантиметров. То есть одновременно на льду может максимально находиться от 50 до 70 человек. На купелях организовано круглосуточное дежурство нарядов полиции. Также следить за безопасностью будут водолазы, спасатели МЧС, пожарные и сотрудники ГИБДД. Завтра в Барнауле пройдет литургия в Знаменском женском монастыре. Затем состоится крестный ход до Крещенского городка на Оби. Ход начнется в 11 часов. После чина водосвятия жители города смогут окунуться в купель. Она будет открыта до 11 вечера. На озере Пионерском воду также осветят служители епархии, но без проведения крестного хода. Добавим, что ежегодно обряд омовения в Барнауле проходит порядка 20 тысяч человек. Кстати, по информации Роспотребнадзора, взятие пробы воды соответствует санитарным нормам. Но специалисты ведомства напоминают, что освещенная вода с открытых водоемов не предназначена для питья, а только для омовения. Ну а у меня на этом все новости. Смотрите нас на 24 кнопки и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...